Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфудинов и по куче пакетов вы видите, что это рубрика распаковка посылок. Поехали! И откладываем все в стороночку, начинаем с небольших пакетов. И первая посылка очень полезная и нужная, долгожданная. Это снова флешки. Я очень много заказываю флешек, очень их люблю, люблю экспериментировать и пробовать. Это деревянные флешки. Три экземпляра разной емкости. 4, 8 и 16 гигабайт. И одна флешка... Ай, порвал. Ну, не важно. И одна флешка Miss Kitty. Деревянные флешки очень хорошо гравируются. Можно лазерным гравером наносить надписи, логотипы. И это очень круто. Я проверю их. У меня было уже видео о том, как проверять. Обязательно нужно проверять китайские флешки, потому что попадал уже не один раз на плохие, бракованные и некачественные. Я обязательно проверю все эти флешки. Если они пройдут тест уверенно на 100%, то обязательно оставлю ссылки в описании. Эти флешки можно применять как для свадеб, подписывать имена, дату на другой стороне, логотип. Так и для любой другой съемки. Ну, а вот такие детские флешки очень уместны для детских дней рождений. Может быть, даже выписки. Очень классно. Так что так. Если ссылочку в описании не встретите, то я их не рекомендую. Если они пройдут отлично тест, то добро пожаловать. Покупайте. Обязательно используйте Лейтишопс. Это кэшбэк с любых покупок на Алиэкспресс. Порядка 4% в среднем. Плюс-минус бывают акции разные. Больше. Так 4%. 3,9% по-моему сейчас. Возвращается на кошелек. И можно выводить себе на карту. Ссылка на Лейтишопс в описании. Обязательно пользуйтесь. Очень выгодный сервис. Поехали дальше. Небольшой пакетик. Посмотрим, что здесь. О, и снова флешки. К слову сказать, китайские флешки обычно вот эти вот не очень скоростные. Но для того, чтобы залить фотографии один раз, обычно скорость записи небольшая. Ну, а потом считывать, в принципе, вполне нормальная и достойная. В одном из прошлых видео я попробовал USB 3.0 флешки. Если не видели, посмотрите. Ссылочку оставлю в описании, если не забуду. Вот. Они были такого плана, только серебристые. Серебристые. А это золотистые. Я не знаю, USB 3.0 или нет. Но здесь не синий разъем. Так что, скорее всего, все-таки 2.0. Эта флешка и сама по себе выглядит достаточно симпатично. Ну и можно гравировать, если гравер позволит на металле гравировку делать. Мой гравер не делает на металле. Но я все-таки попробую, возможно, это мягкий какой-нибудь алюминий, который позволит делать гравировку с моим слабеньким гравером. Я делал видео про гравер. Очень полезная штука для фотографа дома. Взять и сразу на коробочке гравировочку сделать. И на флешке можно деревянной, на пластиковой сделать гравировку. Очень классно и удобно. Так что, если не видели, перейдите, посмотрите. И по USB флешкам этим же тоже эти пацанские такие. Для детских дней рождения и мальчиков. Сейчас у меня как раз почти готовый день рождения. Если все нормально пройдет тест, я оставлю ссылку в описании. И эти флешки использую для последней съемки. Кстати, меня частенько спрашивают, как делать гравировку на USB флешке. По-моему, я могу ошибаться. Я уже запутался в этих видео. По-моему, я уже делал. Но если интересно, я вам покажу, как я наношу на вот такие вот флешки, бутылочки гравировку. Здесь логотип делаю, как на деревянных обычных флешках. Наношу гравировку. Так что, если что, пишите в описании. И, кстати, пожалуйста, пишите именно в описании под видео, а не личку ВКонтакте. Кстати, я теперь ВКонтакте не буду ссылку оставлять, потому что многие мне пишут именно в личку ВКонтакте. Хотя удобнее, полезнее писать именно под видео. Потому что уже было не раз, что я не успеваю ответить Илье. Я не знаю, как ответить. И отвечают другие подписчики. И уже прям были полезные. Прям писали спасибо, спасибо. Классно помогли. Итак, следующая посылка, что здесь, сейчас посмотрим. Это литий-ионные аккумуляторы формата 18650. Очень классные, уже проверенные. Это высокотоковые аккумуляторы. Я их использовал для реанимации старого шуруповерта, у которого никель-металлогидридные аккумуляторы. Они служат порядка 2 года. Бывают и 3. Но в основном год-два и все. Никель-металлогидрид достаточно недолгие жители. И поэтому литий в этом деле спасает. Можно заменить не только аккумуляторы там понадобятся, там еще пару плат понадобится и зарядная отдельная. Это все выходит не особо долго. Совсем недорого, дешевле, чем покупать новый аккумулятор под шуруповерт. Но при этом он работает лучше, не обладает эффектом памяти и быстрее заряжается, на дольше хватает. В общем, одни только плюсы. Но нужно где-то получиться стараний и заказать все это. Вышло мне примерно на тысячу, может быть, с маленьким хвостиком. Если покупать новый аккумулятор, то это порядка 4-х обычно тысяч, плюс-минус, в зависимости от производителя. Так что, если это интересно, я выложу видео, как переделывается шуруповерт под литиевые батарейки. Вот такие вот. Ну, а пока поехали дальше. Так, еще что-то небольшое. Так, что ж это у нас такое? Посмотрим. О, это супер. Это AnyLoop. Это аккумуляторы AnyLoop, хваленые. Очень многие их любят, ими пользуются. Я никогда не пользовался AnyLoop. Я постоянно пользуюсь икеевскими аккумуляторами. До того я всякие GP покупал в Самсунге. Вот. Они не очень. Икеевские аккумуляторы очень-очень. Я их люблю, обожаю. Только ими и пользуюсь. Раньше они были зеленые, сейчас белые. И те, и другие классные. И говорят, что икеевские аккумуляторы – это те же самые AnyLoop. Все то же самое. Я такое слышал и не раз. И вот я заказал AnyLoop. По отзывам – это оригинальные AnyLoop. Я недавно купил в Икее свежие аккумуляторы Икея белые. Вот такие вот Lada. И еще я купил китайскую фирму недорогую Palo 3000. И у меня есть идея их все сравнить. И действительно понять, те же ли это аккумуляторы. Если те же, то эти получаются в 2 или в 3 даже раза дешевле, чем AnyLoop. И стоит ли покупать китайские Palo 3000. Если эта тема интересна, пишите в описании. И я сделаю видео, потому что самому очень-очень интересно. Итак, поехали дальше. Уже посылочки поинтереснее, покрупнее получаются. Перейдем к коробочке, пожалуй. О, это еще куча-куча флэшек. У этого продавца я уже заказывал флэшки-бутылочки. И они показали себя очень хорошо. Они качественные и быстрые. Мне очень понравилось. Поэтому я у них заказал еще небольшую партию флэшек. И заодно взял вот такие же детские. Их тоже проверим. Ссылки я опять-таки оставлю в описании. В случае, если они пройдут тесты положительные, уверен на 100%. Итак, поехали дальше. Это вспышечный зажим. Вот, смотрите, какая штука. Это вспышечный зажим. Я уже такой покупал, уже применял. Интересная штука. Очень мощная прищепка. Очень мощная. Но, например, вспышка у меня тяжелая. Янгнау, я напишу какая именно, не помню. Она достаточно тяжелая. И этому шарниру ее тяжело держать. Если обычно какая-нибудь китайская небольшая, то с ней вполне справится. Этот шарнир и будет держать. Но для тяжелых, больших, громоздких, эта Янгнау вспышка достаточно громоздкая, большая, с литиевым аккумулятором, тяжеловато шарниру держать. Так что так, если легкая китайская вспышка, вполне классная штука, чтобы на банке там залили, еще где-нибудь зацепить. И не будет стойки на лишние, лишние опасности, что ее собьют. Единственное, что здесь нужна доработка небольшая. То есть вот эти вот резиновые штучки, они вот так вот свободно ходят. Несколько капель клея момента. Эту проблему решили. И отлично. Это металлическое. Это все металл. Мощная, достаточно пружинная. И очень хорошо крепится к стойке, к какой-нибудь люстре, может быть, брае. Я не знаю, если позволят сотрудники ресторана. Вот. Классная штука. Но я хочу еще заказать. Я оставлю ссылочку. Вот такую вот струбцину. Уже более надежно прям прижимается. И я думаю, что это тоже пригодится. Так, что это у нас такое? А это не фотографическая тема. Но да ладно, уж оставлю. Потому что все мы люди. Всем нам нужна гигиена. И это гигиена полости рта и зубов, в частности. В общем, это зубная щетка электрическая. Моей любимой фирмы Xiaomi. Очень классная зубная щетка. Их есть несколько вариаций. И ссылочку на эту я оставлю в описании. Январь 2018 года. Свежак. Вот. В общем, это умная зубная щетка. Она высокочастотно вибрирует. И ощущение гладкости зубов с тыльной стороны очень долго остается. И это очень приятно. Прямо вообще гигиена очень классная. По качеству чистки. Это не от того, что лень вот это вот руками чистить. А именно качество чистки за счет вот этой высокочастотной чистки. Она гораздо, гораздо эффективнее. И осталась последняя коробочка. Я ее уже распаковывал. Это аккумуляторы для фотоаппарата 5D Mark III, 5D Mark IV, 5D Mark II. По-моему, даже для первого они подходят. И еще некоторых других. Их, по-моему, шестерка и семерка тоже, скорее всего, на этих аккумуляторах работают. И это очень круто. Спасибо, Кэмин, за такой взаимозаменяемость. И нет такого, что покупаешь новый фотоаппарат. И нужно покупать кучу опять новых флешек и новых аккумуляторов. Это очень здорово. Эта фирма проверена годами. ДСТЕ. У меня аккумуляторы еще там с первого, по-моему, пятака остались этой фирмы. И они до сих пор трудятся. Но вот у меня было недавно, что я их потерял. Меня одолела паника. Я бегом-бегом заказывать. Вот. А потом они нашлись. Они нашлись в сумке у моей коллеги. Итак, мои те шесть аккумуляторов нашлись. И с перепугой заказал новые три. И они мне оказались уже немного не в удел. Могут быть полежать запасными. Но могу, если вы в Ростове, отдать по входной цене. Ссылочку я оставлю. Актуальность продажи этих аккумуляторов смотрите по ссылке на моем сайте. У меня есть страничка по продаже всего того, что мне сейчас уже не нужно. И если они там есть, то обращайтесь. Если нет, то значит уже нет. Ну а пока все. Спасибо за внимание. И следующее видео ждет меня. Давно уже ждет. Все, никак нет времени распаковать. Уже по-моему, недели три ждет. Вот это огромная посылка. Это ноутбук Xiaomi Pro максимальной комплектации. Мы его распакуем, посмотрим. И я не технообзорщик. Насколько моего опыта достаточно о пользовании ноутбуком Xiaomi, я поделюсь. У меня Xiaomi 13 дюймов на i5, по-моему, процессоре. Я хотел купить мощнее, но на тот момент не было. И сейчас появились Pro. Это 15 дюймов, i7, 16 гигабайт оперативки, 256 SSD и дискретная видеокарта. Не помню какая. В общем, в следующем видео мы распакуем, посмотрим и поделюсь своим мнением. Спасибо за внимание. С вами был Андрей Сайфудинов. Пока.